Республика Дагестан Нам нужно сегодня обсудить, в каких специалистах нуждается АПК, соответствуют ли запросу производства выпускники колледжей, сказал Шарип Исмаилович Шарипов. В каких специалистах кадровых профессий, рабочих профессий нуждается агропромышленный комплекс, кого и по каким направлениям соответствует ли запросам производства, вот та номенклатура специальностей и главное качество знаний выпускаемых специалистов. Потому что эти вопросы сегодня на повестке дня стоят очень остро. Мы сегодня вместе с вами работаем над реализацией приоритетного проекта развития Республики эффективный агропромышленный комплекс. В ее реализацию вовлечены все ветви, органы исполнительной власти республики, органы местного самоуправления, товаропроизводители. И после двух с лишним лет работы над проектом мы сталкиваемся, мы видим, что одно из узких, одно из таких острых направлений это кадровое обеспечение. Мы, я должен сказать, пару слов скажу о наших делах в аграрном секторе. Большая работа проведена за этот период в части развития агропромышленного комплекса по точкам роста. Идет модернизация агропромышленного комплекса, идут новые технологии, приобретается новая техника. То есть вот эти конкурентные возможности и конкурентные преимущества, которые имеются в республике, они сегодня реально получают закрепление на производство. Сегодня вот здесь также присутствуют руководители ряда силхозпредприятий, являющихся активными участниками приоритетного проекта развития Республики эффективного агропроизводителя. И с чем мы сегодня сталкиваемся? Точки роста – это те направления, для развития которых есть сегодня реальные условия в республике, которые быстрее отвечают на вложения, такие как, допустим, овощеводство защищенного грунта, садоводство, в том числе садоводство интенсивного типа. Это развитие инфраструктуры агропродовольственного рынка или, по-другому, агрологистика. Это строительство современных хранилищ, это строительство современных убойных цехов, это реконструкция объектов милиарации. То есть ряд направлений, где действительно у нас, мы заявили, республика заявила в целом масштабах страны о своем потенциале и организовала работу. Я даже несколько цифр скажу. В этом году это год садоводства. Указан главой, объявлен годом садоводства. И за вес на посадку в республике посажено почти 150 гектаров садов интенсивного типа. Это много или мало. Интенсивным садоводством мы занимаемся с 11, 12, 13 и 14. За 4 года было посажено 195, а за первые полугодия этого года 150 гектаров. Цифры сами говорят за себя. Люди видят, что интенсивное развитие отраслей, оно выгодно, потому что вкладывая не рубль, он должен возвращаться, он должен приносить в последующем доходы специалистам. Поэтому, уважаемые друзья, с чем мы столкнулись сегодня? Настоящий бум в строительстве тепличных комплексов. Не хватает специалистов. Нам приходится приглашать в том числе и за пределы специалистов. У нас сегодня идет, вот построили в Ногальском районе самый современный убойный цех. Там уже, знаете, очередя со всех регионов Российской Федерации, продукция этого убойного цеха, крестьянского фермерского хозяйства Басторга, она уже вошла в торговые сети, в крупные торговые сети Российской Федерации. Но у нас нет специалистов, и он вынужден этих технологов по переработке мяса приглашать с Краснодара, приглашать с Астрахани, приглашать из Москвы. Возникает вопрос, если у нас есть серьезная сеть, разведленная по зонам сеть подготовки специалистов именно вот этого низового уровня для агропромышленного комплекса, и возникла реальная потребность в тех или иных специалистах, почему медленно мы переориентируемся, почему медленно мы делаем встречные шаги. Сегодня в этих пяти колледжах идет подготовка для сельского хозяйства по семи направлениям. По семи направлениям. Ну это стандартный наш тракторист-машинист, мастер-селхозпроизводца, хозяйка усадьбы, мастер по ремонту, пчеловод. Возникает вопрос, если эти учреждения нашего республиканского уровня финансируют из республиканского бюджета, у нас сегодня есть возможность и самая главная обязанность, потому что глава республики Рамазан Гаджимурадович кадровому обеспечению, решению проблем кадров, а вы знаете его внимание, его отношение и его спрос за развитие сельского хозяйства, потому что сегодня агросектор, глава республики Рамазан Гаджимурадович определил своим главным, основным приоритетом. Почему? Где запросы производства? Слышим ли мы эти запросы? Отвечаем ли? Поэтому сегодня выходим на этой площадке. Вот сегодня нам не хватает в сельском хозяйстве где-то 700 трактористов машинистов. В то же время в этом году выпускается где-то 230 трактористов вот этих пяти учреждений. А на сезонный период, на период уборки, на период весенний полет требуется где-то 220-230 недостаток. Вот дефицит 220-230. Если мы говорим сегодня, вот в Бабыртовском районе, вот Арсен Арсенбекович, сам главой, буквально на этой неделе были на уборки, трактористы получают почти 3 тысячи рублей, да, 3-4 тысячи в день на уборки зерновых, на зиму зерновых. Современная техника, современный комбайнер. Может быть, не хватает вот этого взаимодействия на каком-то уровне. Поэтому я сегодня хочу, чтобы от представителей практики, от руководителей хозяйств, от начальников управления, пользуясь тем, что здесь присутствуют те, кто принимает решения, кого готовят и как готовят, и по каким направлениям, на что обратить внимание, говорит прямо, говорит откровенно. Мы сегодня находимся на базе, проводим это мероприятие на базе Аграрно-экономического колледжа дагестанского, который возглавляет бюксултанова Абургима Загировича. Люба, приятно смотреть, приятно смотреть на атмосферу, приятно смотреть на организацию подготовки, организацию учебного процесса, организацию воспитательной работы, потому что сегодня в этих учебных заведениях огромное внимание и огромная работа проводится именно воспитанию наших молодых в духе тех требований, в духе тех наших традиций. Поэтому, Абургимов Загирович, вам огромное спасибо. Альбина Арухова, замминистра образования и науки Республики Дагестан, отметила, что в таком формате собираемся не в первый раз. Мы все заинтересованы в подготовке специалистов, востребованных сельскому хозяйству. Друзья, добрый день. Мы в таком формате уже под руководством Шарипа Смелыча собираемся в первый раз. Надо сказать вам огромное спасибо, Шарипа Смелыча, и всех у нас присутствующих, которые очень активно заинтересованы, чтобы мы готовили в нашем системе образования именно специалистов, востребованных в нашем сельском хозяйстве. Поэтому это наша общая задача. И сегодняшнее совещание, цель нашего сегодняшнего совещания, наверное, найти точки соприкосновения, то есть готовить в нашем системе образования наших колледжей, пяти колледжей сельскохозяйственных направлений. Именно тех специалистов, которые, уважаемые коллеги, нужны на предприятиях, на производстве. А так, если вкратце о системе образования, да, сельскохозяйственных колледжей 5. Вот сегодня мы в одном из них, в одном из этих колледжей. Колледж считается одним из лучших колледжей. Здесь проводится большая работа. За что огромное спасибо директору колледжа Анатольеву Зайгировичу. Мы в наших системе образования, в наших колледжах, уважаемые работодатели, готовы для вас готовить специалистов именно по тем направлениям, в которые вы чувствуете потребность. Давайте обсудим этот вопрос, нужны ли какие-то специалисты. Давайте будем заявляться с этим специалистом. Давайте будем готовить наших колледжей именно по тем программам, которые вам интересны. Потому что сейчас вы знаете, что любая программа, любое образовательное учреждение должны готовить обязательно, чтобы процесс учебы обязательно был включен в том числе и производственная практика. То есть работа студента, 60% его учебной работы должно проходить именно на предприятии. Поэтому мы готовы наших студентов, если с вашей стороны тоже, чтобы было понимание, чтобы наш студент именно приходил, готовы уже на выходе, чтобы наш специалист был готов работать и прийти на вашем предприятии. А так, если каждый год мы выпускаем около 500 специалистов именно сельхознаправления, если, вы знаете, это направление в последнее время, в последние годы, к сожалению, в сельхознаправление очень тяжело поступают студенты. Проблема в том, что говорят, что на выходе нет работы. На выходе нет работы. И из-за этого почему-то вот это направление в последние годы у нас стало менее популярным. Хотя вот в этом году мы план приема по этому направлению увеличили, определили колледжам новые профессии, специальности, которые нужны в наших предприятиях, сельхознаправления. Поэтому как бы работа ведется, и мы готовы под вас готовить ближе к делу специалистов, которые нужны именно в сельхознаправлении. В прошлом году приказом мы, министра, создали в наших двух колледжах ресурсные центры, создали специальный ресурсный центр именно для сельхознаправления. Вот нашего Рашидца Идовича, который представлял сейчас Шарьки Смаилович, да, создана очень хорошая база именно по сельхознаправлению. Есть ресурсный центр, который готов для вас готовить специалиста по краткосрочным программам, по вашим заявкам, уважаемые коллеги. Поэтому мы рады с вами наладить эту работу в нашем ресурсном центре. Хотелось бы послушать ваше мнение. Какие профессии, какие направления подготовки вам нужны, насколько наши специалисты на выходе вам нужны, будут востребованы. И вообще критерии эффективности любого образовательного учреждения считается его трудоустройство выпускников. Поэтому мы, как никто, Министерство образования, готовы, да, заинтересованы, чтобы наладить связь с предприятием, связь с работодателем. Поэтому мы открыты с вами к диалогу. Хочу полностью разделять, значит, выступлением Владимира Спирдековна, значит, поблагодарить Шарьки Смаиловича за его неуемную такую энергию, усилие. Чтобы вывести наше сельское хозяйство вместе с всем руководством республики из того положения, в котором она сегодня находится. Ну и, прежде всего, прежде чем сказать о кадрах, хотел бы несколько что сказать о специфике нашего сельского хозяйства. Мы малоземельная республика и организационно у нас, значит, есть проблемы и в создании фермерских хозяйств, СПК и так далее, и так далее. Почему я на этом останавливаюсь? Какие это проблемы? Потому что мы встречаемся с трудоустройством студентов, наших выпускников, с определенными трудностями. Какие это трудности? Многие сельскохозяйственные предприятия, они не имеют должного набора техники под свой объем набора. Это первое. Второе. Неустойчивое финансовое хозяйство. По несколько месяцев они получают заработные платы. Это молодые люди приходят, устраиваются на работу. Месяц, два ждут, три нету заработной платы, уже потом могут уходить. Третье. Именно в этих предприятиях еще устроятся их не односельчане, а тот человек, который в другой местности тоже не может попасть, там не решены вопросы жилья и так далее, и так далее. Вот это все нам нужно думать о том, чтобы как-то вот учитывая вот эти наши специфики, и выйти из этого сложившегося положения, чтобы обеспечить кадрами предприятия Атолкан. Первое, что я хотел вам сказать. Время так стремительно идет, и глава республики, и Шарик снимает, и все остальные хотят сразу успехов, результаты хотят, сразу, чтобы результаты были на лице. Можно такое сделать. У нас большое количество кадров, которые не работают. Вот если бы мы знали, кому кто нужен, мы могли эти кадры собрать, с вашей помощью тоже, и переподготовить. Ну, к примеру, например, для работы джон-дир-тракторов вот, в чрезвычайном комплексе. Значит, мы за месяц, наши выпускники, значит, они с успехом освоили этот трактор, и краснодарцы, которые там из Старопольского края, которые они нанимали нас, то есть они ищут себе домой. Вот. Значит, мы готовим большое количество программистов для мясокомбинатов, для консервных комбинатов, где есть новое оборудование, программное устройство. Программисты наши очень за короткое время могли сейчас, посмотри, освоить эти машины. Там не технологическая часть трудная, а трудная вот такая программная часть, наладить эти программы и так далее, и так далее. Тут тоже можно было очень за короткое время, учебные фильмы у нас есть, и так далее, и так далее. Вот то, что касается производства овощей в закрытом грунте, это наиболее такая острая тема. Вот мы учебники выписали. Вот выписали митлайнера, самые лучшие 27, ну, там, значит, эти лекции его, учебники, может, фрагменты даже посмотрят. Но мы хотели тут собрать, улицы этих людей не соберешь. Начали интересоваться, средняя зарплата рабочего, тепличных хозяйств, 10 тысяч рублей. Он отсюда с Хасаюта за 10 тысяч рублей Кизауев не поедет работать. В Хасаюте, в принципе, нету тепличных хозяйств. Вторая проблема, вот мы в этом году, о, вон-то, помогли, пошли, кто-то, что-то там, 300 гектаров, да. Спасали наш трактор, наших студентов. Они одновременно, это вот то, что, та форма, значит, партнерства, которая сегодня предусматривает, значит, и образовательный стандарт, и новый образовательный стандарт. Мы помогаем на уборке, каждый год там, 250-300 гектаров, мы выбираем, помогаем. Вот. А ведь сегодня, сегодня, наиболее, поскольку я долгое время работать в сельском хозяйстве, я считаю, что наиболее вот такая работоспособная форма использования техники, это создание какой-то машино-тракторной станции, МТС и так далее. Но можно было и у нас создать, одновременно решить эти вопросы, дать нам современную технику. Не идут, наверное, эти специальные все люди. Почему? Потому что, значит, те старые тракторами совершенно неинтересны для детей. Дать новую технику, и мы могли в сезон и учить детей, и выполнять часть механизированных работ, во всяком случае, в зоне обслуживания, в Хасаевском, там, в Абайовском, на Воложском районе. Это было бы наиболее такая... И потом дети, где проходят практику, они, как правило, и руководитель того хозяйства, присматриваются к этим детям, они могли там и переустроиться, и остаться там, понимаете? Вот такая наиболее плодотворная форма решения вопроса была. Значит, мы вот тут заявляем вам, я заявляю, Антемий Нинашев, короче, что мы готовы, готовы провести переподготовку из тех дипломированных специалистов по любому другому корпусу. Сейчас даже квалификационных требований у них написано, подготовка его к трудовой деятельности. Не к профессиональной деятельности, а к трудовой деятельности, потому что он должен быть готов к трудовой деятельности. Поэтому, значит, посылайте, группа может быть там, но не меньше 10 человек. Меньше 10 человек – это группа для нас убиточная, понимаете? До 10 человек мы готовы подготовить. Учебные фильмы у нас есть, значит, где-то есть. Подготовка по новым специальностям, сейчас выясняешь, несколько проблематично. У нас проектная мощность нашего колледжа – 480 студентов. У нас 1200 студентов. Мы работаем полный бизнесмен. Например, выпускать агрономов там овощеводов, как в этой округе, нужно создать 6 лабораторий и 13 кабинетов. У нас технический проект. Вот смотрите, я думаю, что, допустим, выпускать, 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 а потом они производство не находят. Сегодня, когда переизбыток выпускников одних направлений – юридических, экономических, если есть реальный спрос, мы должны и внутри переформатировать. Потому что наличие того или иного учебного заведения, тем более нашей республиканской собственности, нас обязывает, чтобы вот эта стыковка и вот эта подготовка отвечала тому, что сегодня нужна производство. Далее совещание прошло в формате диалога, где руководители хозяйства задавали вопросы руководителям учебных заведений, а не свою очередь производственникам. Я 25 лет отдаваю в училище, в Союзе, второе училище, но директор 12-й школы, это училище, да? Я у вас доктор, я буду отвечать, готов готовить эскаватор-школы. У вас какой эскаватор? У нас два эскаватора. У вас в Союзе есть училище, что готовят передаванные ароматы. У них не эскаватор. Они готовят эскаватор, у них на сегодня один компания. Было такое закрепление выпускников от производства. Сейчас контакта между производственниками и училищей нет. А вот здесь смотрите, вы, говорит, вы производственник, вот они училище здесь, в поле джек, контакта нет. Рука не доходит до них, телефон мобильники не поднимают. Вот здесь нам нужно как раз о этих контактах сказать. Что вы имеете в виду для этих контактов? Раньше выпускники, каждый выпускник, кто на контроле, чтобы он закреплялся в производстве. Каждый ученик, мастер-мейстер, закреплял на производстве. А руководитель хозяйства ездил, контролирует своих учеников, где от того они... Это была как система, вернемся, вот сегодня вам, производственников. Кто нужен? Дезориентация. Нам нужно определиться, кто чем должен заниматься. Я вам скажу, кто чем должен заниматься. Вот видите, вот деформация той системы управления, когда все было расписано. Потоками туда ходили, расписывали, все было организовано, ушло. И мы иногда, некоторые даже потеряли обточное место своего нахождения. А когда обточное местонахождение не знаешь, и самое главное, вектор движения тоже теряешь, и трудно идти. Вот здесь находимся на базе хорошего колледжа, крупного аграрного района. Вот производственник говорит, мне не хватает его. Вот они говорят, Буйнакск тоже через перевал, недалеко, если не здесь, там. Теперь как нам сделать, чтобы... Вот он нас не закидывал, не говорил, нам тракториста не хватает. Это нам не под силу. Нам нужно возродить партийный проект, и кто-то, чтобы они туда-то шли. Что делать? Организовывать эти встречи, организовывать вот эту подготовку. Абрагим Алзарев сказал правильные вещи. Надо создавать на базе технику МТС. Что ученик, студент, не то, что учился, как его ремонтировать, а что производил на месте. Думаешь, садку делал, и врач, что? И врач, что? Я начинал от себя. Я сам плохо работаю с заменой подготовки кадров. Я помню, как я был совершен и приходил на партнер в хозяйство, как меня обучали, как меня воспитывали. Когда у нас в хозяйстве, у нас только два трактора батареи. Берут ли бригадир, главный жилер, зал гаража, цель с трудом. Сейчас у меня в гараже трактор, это был комбайн, мы приводим с аккористом в хозяйство, мы не είм в порядке механик, я сам механик, не он не павелом, я сам павелом. С клиентов, которые пришли в тапку, заниматься и, мы не заниматься. Я не развиваю, только что, если мы отборами, я не могу научиться, если мы общаться, ухожу в тяга, а у одну катаристу, это грязная деталь, и мы занимаемся, потому что, Я могу, так, 25 и 20 тысяч рублей, но цепени, которые я отдаю, они больше с большим трудом добываются, нежели тот, который он получает там. Вот у меня были молодые конкурсы, я прошла на полицию, трое ребят, моих старших конкурсов, они, например, стояли, очень хорошо работали. Смотрят, заработают тоже буквально, и родители довольны. Но знаете, одному позвонили с магазина Ростулин, здесь хорошая карта работает, месяц 40 тысяч, не знаю, и приезжает. Не сказал никому ничего, я дар, по-моему, не получил, приезжает. Спасибо руководителям учреждений, обучающим учреждения, которые сохранили это. Когда они смотрят, что поломалось, что осталось, прекрасно, у всех этих заведений не было, они стараются. У меня частный контакт с ними, с учреждением, с каждого, когда приезжают, человек 4, когда приезжают, но их я не принимал, к сожалению, остальные хозяйственные виды, интересно. Просто заполняют аргументы, очень эффективно, зарплаты, почему мы уже крупный год, хорошую зарплату не можем давать, потому что сегодня, как мы сказали, мой командир должен 300 тысяч зарплату получать. Он в день просто 15-15 тысяч рублей, 4,5 тысяч рублей, но это не крупный год, это один месяц. Потом же охота по национальной земле, 2-2,5 тысяч рублей, тоже день 2 тысячи, 2,5 тысяч рублей. Это реально, опять же май, июнь, августа, да, полгода. Полгода мы зимой, мы, как-то, значит, с крупным, массовым, малым, довольно, стремимся от них. У вас проблемы есть с характеристиками? У меня проблемы с характеристиками будут. Будет проблема скоро, потому что мои характеристиками, взрослые, записать лет. А, оттуда не нужно, да, на партнерах? Что вы подходит, я стараюсь, молодых, стараюсь обучать. То, что ЗЭС обучили, это он молодой. Они должны рядом с опытом, когда я скажу, что нет, научиться этому? Ну, по-моему, это системные проблемы, то, что в недосягаемости, сезонность, там низкая холодность, там и так далее. Это низкие комфортные условия техники, потому что полезие или вектор совсем не у каждого добавят такие условия. Но, тем не менее, нам нужно выходить из наших условий. Шесть комбайновых суток в городе, почти 2 тысячи суток в городе, на сегодняшний день, 2 тысячи. Урожайность как? Я считаю, 25, как он показывает. Я очень благодарен, чем назовем, за такое расположение, в отношении к делу. Сейчас перед того, что мы не занимались сам еще этим производством, например, я занимаюсь уже 3 года, 4 года в бизнес-соответственном хозяйстве, для меня это еще новое. Тема я только-только подхожу к этому, и я надеюсь, что на следующий год, возможно, мне получится отправить несколько человек на обучение вот сюда. По тем специальностям, которые мне нужны. С полной ответственностью, скажу, заявляю. Клуб создан в Дагестане, эффективный, агроменитиво. Вот этого участка, вот этого клуба, нам нужно вот на этих площадках собирать, вот собирать на этих территориях вот этих колледжей, что вот эта смычка, она происходила не здесь, и никто не реагирует, а лицом к лицу, и когда увидел реальные дела, реальные невозможности, я думаю, обязательно кого-то это заинтересует, потому что без этого все равно какие-то комбайны не приобретают, если тракториста не будет, не получится. Это и селхозок тоже есть. Нам нужно вот эти взаимодействия, вот три раза собрал, а раньше никогда не было встречи, организации и так далее. Но видим, уже нужно формат изменить, нужно формат изменить. Вот зелевую аудиторию собрать, 20-30 человек, и везти там, где таких специалистов и могут готовить. Вот сюда пришли, и в следующий раз туда пришли, до Гагни пошли, Беличи пошли. Ну давайте нам, думаем, искаем. В этом году, как раз я хотел еще рассказать, участвуют в некоторых наших хозяйствах, то есть новая техника, в частности у нас тоже есть, и со своей стороны, типа предложения такого, на какие-то часы, чтобы у нас на парах, учащиеся, которые обучаются на механизаторах, могли тоже приехать, по работе, чтобы мы видели, кого можно взять себе, чтобы они выцеплялись на этом чемпионате. У нас проходит практика студентов этого колледжа, и они, наверное, в этом году, если мы вам могли, выделить трактор, мы посеяли. А сегодня у нашего земли бумаги, ну, у всех, наверное, так, нету. Даже посмотреть этих сейлок, этих культиваторов, хоть в того образца. Если студент не видит ни разу культиватор, ни разу сейлку, то, конечно, у него не откроется. Потом вторая проблема. Они приезжают на практику, да, ну, сразу, с города, с куфлового, сколько приезжают, сразу хочется. Я говорю, успевайте 8 часов, если хотите, чтобы я вам что-то показал, чтобы кому-то поручили. Ну, они не успевают за 5, а потом, ну, не знаю, как. Потом у них бывает, бывает опоздание, тоже бывает. Но у них не бывает транспорта, чтобы поехать на поле. Если бы уехали, хотелось бы, ну, не знаю, я бы, в первую очередь, помогу техникумам с финансами в этих направлениях. Здесь сейчас, конечно, новые агрегаты, за ним не увольнится. Хотя бы старые агрегаты, ну, а что было бы новые, хотя бы старые агрегаты по одному десеркляру, вначале базы, калантарты. Потом, если студент не будет посеять с культиватором. Да, у нас, честно говоря, когда они приходят, не бывает возможности сидеть с ним и везти его на поле, показать детям. А вы что, их отводишь, оставляешь, но эти детки, они боятся, что они что-нибудь не отворили там. И их решат, они отложены там, да, по идее. Они там, у них, наверное, нет волнования сидеть с ним постоянно. Хотя бы с утра до обеда, да, к тому же у нас есть столовая. Мы их в обед можем кормить. Вот, если у техникума или из ПТУ будет возможность действительно показать, обучать потерянную базу, это будет для нас в очень восходе. Вот он придет, что-то знает, но его можно взять на трактор и уже доварит до ума. Вот это проблема. Амина Серебряевна. Вообще, я думаю, термо-техническое переоснащение, укрепление материально-технической базы, мы видим, она сегодня острейше. Нуждаются при том неограниченном бюджетном финансировании. Но на первом этапе хотя бы из чего можно исходить? Как можно из ситуации выходить? Хотя бы вот эти макеты, планшеты, вот картины новых видов техники, их металл-среди. Я думаю, что на первом этапе хотя бы возможности для их оснащения этими должны быть. Потому что, действительно, если в аудитории стоит, я был недавно в одном из колледжей, машина, остров машины, которые 50 лет назад прекратили выпуск. Ее нету просто физически. Он ее видит, а потом приходит в жизнь, а этой машины нет. Поэтому принимаются ваши вопросы. Помогите образовательным учреждениям. Если у них будет все хорошо, что-то нам тоже перепадет. Мы дальше его переквалифицировать поможем сами. А так, конечно, не хватает ракторизма. У меня там утром даже 76 лет. В 2-м 66 лет. Возглавляете, вы создали хозяйство, которое одно из таких современных, лучше, не отдыхаете и спокойно. Если вы говорите, допустим, у меня тоже все преклонного возраста, и помогите мне укомплектовать трактористами, что мы можем запугало в хозяйство, где нету и мяса нету, не производит, и еле-еле концы с конца не стоят. И уже не так вот ситуация такая неподконтрольная, не решаемая. Вы сумели организовать, вы сумели сегодня запустить механизм приобретения современных весов, а говорим, помогите подготовить механизм. У нас немолодые тоже есть, сварщики тоже самоучены, сами учены. Год проработал, научился. И уехал. Так тоже бывает. У нас есть молодые, у нас маршрутатор человек 20. Северный рейд молодые, под тропку сажаем, учим. Что касается сегодняшней темы, насчет проблемы специалистов, может, чем тянуть людей, в смысле, ребят после школы, техниками, агроколеджами, может, в школе надо ввести после 4-х классов 2-3 предмета именно касательно сельского хозяйства. У кого есть призвание, тот пойдет учиться в агроколеджи, а кого нет, соответственно, когда они будут виноваты. На некоторых моментах обсуждаемый вопрос остановился Загир Гаджич Баташи, глава администрации Хасаюртовского района. Мы очередной раз собрались, проводя такое совещание, и вот, вам спасибо, что приезжали, занимаются и в нашем районе, и в другом районе, в всеми районам, и меня удивило, когда мы проводили совещание, между районами, вы каждого, всего острова, поздравили, знаете в лицо, именами, фамилии, отчеством. Меня удивило, это очень приятно. И нам еще повезло в районе, тем, что другим Арзакировичем в крупных хозяйствах деятель, работник, он был руководителем района многие годы. И сегодня он знает всех наших, всех островов, тоже в лицо, и с ним в контакте. Это очень приятно. Вот мы собрались, сегодня, если мы даже трех человек работаем один, это и то уже плюс большой. И я хотел сказать, такие моменты, проблемы, которые мы не решим, вот программа, она долгая, я думаю, и проблемы есть. Первое, если я отвечал, проблема старой техники. Вот я попросил, вот Северхоз, давай, производить, постарайтесь, похват, технику, ход кредит, ход долга. А если какая-то возможность есть, сейчас, я хочу сказать, лучше помочь им Северхозу кредитами. Мы говорим, да, даем, получаем, можно получить кредит, практически это невозможно. Можно, но на таких условиях, что ты попадешь к Абалу на второй день. Северхоз хозяйство, оно было всегда дотационно. Мы знаем прекрасно, как выходит в половине Ады, Байкази. Теперь вот сегодня мы готовим трактористов, комбайнеров, да, я думаю, нам надо готовить и человека, который может двигаться рычагами. Но это долгая программа, я опять-таки говорю, надо его готовить идеологически, чтобы он был подготовлен к комбайнерам, трактористам. Этого у нас, конечно, нету, а многие, многие обучаются, чтобы заполнить время ребенка. Понимаете, вот проблема такая, тут я не знаю, может, подняться, не давать сработать, но по школам, например, мы уже проблем вот введение, в ЕГЭ, вы знаете, я вот от года в год рамбульс, но эту проблему решили. сегодня-сегодня все знают, что без обучения за деньги, за знакомство, за кунаш, что этот балл ЕГЭ не получит ни один. Все в этом убедились, вы знаете, сейчас из года будет повышаться, конечно, туда откатились назад, а сейчас, я думаю, из года в год мы будем повышать уровень образования и иметь результаты. Теперь я вот здесь, раз так собрались, я даже не всегда бывает возможность сказать, я думал, вот такой вопрос надо все равно затронуть, вот не касается опрямого. Почему мы возле семена, например, кукурузы из Югославии, из Сербии, и, знаете, возле, потому что с них гарантируем мы можем получить даже для урожая в год 4 пятна зерна с гектар 4 пятна, а если удачно, то и до 4 пятна урожая в урожая. Это сложный технологический выращивание грузного результата, отдача у него, как у винограда, сильная сегодня. Но многие это не занимаются, потому что нет доверия нашим местным семенам. Вот там надо в этом направлении Шарльбисмайлович на высоком уровне подумать, работать. Шарльбисмайлович и Шарльбисмайлович завершая совещание поблагодарил всех за активное участие, где определены болевые точки. Есть о чем думать и в каком направлении работать, сказал он. Непочатый край. Работа требует организации, работа требует изменения формата, изменения наших подходов. Поэтому, потому что не обеспечил сдвига в этом ключевом сегменте кадрового обеспечения именно низового уровня, другие вопросы, другие проблемы, они нас всегда будут тревожить. Мы в принципе определились точки, болевые точки, как в организации работы на уровне управления сельского хозяйства, на уровне окрасливых министерств. Видим, в чем сегодня потребность со стороны реального производства. Теперь давайте уже заниматься реальной работой. вот эта реальная работа, она должна начаться, я думаю, что сегодняшние сообщения и сегодняшние откровения и прямой разговор подтолкнет каждого. Редактор субтитров Корректор А.